Здравствуйте! В эфире канала «Россия-24» информационная программа «События недели». На этой неделе глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СКФО, которое в режиме ВКС провел полпред Юрий Чайко. Открывая заседание, он отметил, что субъекты округа достаточно эффективно выполняют поручения президента России по снижению неформальной занятости. В Карачаево-Черкесии более 90% выявленных работников, осуществляющих неформальную трудовую деятельность, заключили трудовые договоры. Юрий Чайко еще раз обратил внимание на необходимость постоянного контроля по данному вопросу. В рамках рабочего визита в Ставропольский край глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с губернатором Владимиром Владимировым посетил Ставропольское президентское кадетское училище. Рашид Тимрезов подчеркнул, что в данном училище вот уже больше 10 лет обучаются кадеты со всех уголков России. В том числе и из Карачаева-Черкесии. Масштаб училища впечатляет. Здесь продумано абсолютно все для максимально эффективного обучения и всестороннего развития учащихся. Компьютерные классы и лаборатории, инновационное оборудование и библиотека свободного доступа, зоны досуга и творчества, а также современные тренажерные залы, бассейны, открытые спортивные площадки. Особое внимание уделяется предметам технического профиля. Поэтому неудивительно, что большинство выпускников выбирают инженерно-технические специальности при поступлении в военные вузы. Среди кадетов и дети участников СВО. Их отцы – пример мужества для каждого из учеников и для всей России. Глава Карачаева Черкесии на этой неделе посетил и Уст-Джигутинский район. Рашид Тимрезов оценил ход капитального ремонта в ауле «Новая Джигута». Осмотрел строительные работы на автодороге «Уст-Джигута-Терезе», побывал в недавно отремонтированном районном центре культуры, а также провел встречу с населением. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Эта школа в ауле «Новая Джигута» была построена в 1964 году и давно нуждалась в капитальном преображении. И вот нынешней весной в образовательном учреждении, рассчитанном более чем на одну тысячу учащихся, начались ремонтные работы. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов оценил нынешние изменения, обошёл здание школы и прилегающую территорию. По словам руководителя подрядной организации, срок сдачи объекта – конец нынешнего года. Однако строители сделают всё возможное, чтобы ближайший день знаний стал для сельских деток настоящим праздником. Заменена кровля, практически завершена штукатурка. На 30% выполнена работа по шпаклёвке, на 80% выполнена работа по замене электричества. В целом, готовимся к работам по отделке фасада и замене инженерной коммуникации. Рашид Тимрезов также дал поручение оснастить помещение образовательного учреждения новой мебелью и благоустроить прилегающую к зданию территорию. В итоге это будет, по сути, новая школа. Во время поездки глава региона осмотрел участок автомобильной дороги Усть-Жигута-Терезе, на котором сейчас ведётся возведение моста через реку. Планируется, что первые автомобили проедут по нему в конце лета. Далее руководитель республики посетил Центральный парк Столетия Карачаев-Черкесии, в котором сейчас проходит масштабная реконструкция. Эта зелёная зона отдыха в Усть-Жигуте год назад стала победителем всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». В ближайшем будущем здесь создадут все условия, чтобы радовать различные категории населения. Кроме того, Рашид Тимрезов оценил завершённый в 2022-м капитальный ремонт районного центра культуры. Он встретился с представителями учреждения, которые продемонстрировали в действии установленную в зале мультимедийную аппаратуру с качественным звуковым сопровождением. В свою очередь глава республики предложил использовать зал, в том числе для проведения киносеансов. А в районной администрации состоялась встреча с жителями муниципального образования. Каждый из пришедших надеялся на решение крайне важных вопросов в различных сферах. Одной женщине необходимо своевременно получать для ребёнка специальное питание. Другой нужна поддержка для реализации бизнес-идеи. Третьему – помощь для создания удобства в своей многодетной семье. Александр родом из Донецкой Народной Республики. В начале прошлого года приехал с большим семейством в Карачаево-Черкесию, получил гражданство. Теперь оформил все необходимые документы для проведения коммуникаций. Однако сроки ему затрудняются назвать. Рашид Темрезов пообещал, что со стороны ресурсоснабжающих организаций проблем быть не должно. Есть мысли строиться или будем возвращаться, думаем, ну посмотрим, как будет получаться. Потому что с нуля тяжело всё начинать. Ну давайте, у вас всё-таки семья очень многодетная. И мы, наверное, подумаем, либо там грант от меня там выделим вам, так что вам полегче было начинать. Вот. И вот у нас здесь Евгений Александрович, заместитель председателя правительства, курирующий строительство. Вот. Я думаю, Мурат Романович, у нас не должно быть никаких проблем. Сейчас вам выступать не надо. Я думаю, что вопрос там сегодня-завтра вы решите по всем тех присоединениям. Или газовики, энергетики, все там коммунальные службы, всё это сделать. А я вам предлагаю всё-таки начать потихонечку строиться. По каждому поступившему в этот день обращению будут приняты все необходимые меры для улучшения жизни граждан. Артур Максерас Олбердиев, Вести, Карачао, Черкесия. С каждым днём преображается столица нашей республики. Появляются новые цветочные клумбы, которые украшают улицы Черкесска и делают их ярче и красивее. Подробнее о благоустройстве рассказал руководитель муниципально-унитарного предприятия Черкесска Ярослав Щекланов. Общая площадь цветочных клумб, которые мы озеленяем, около 6 тысяч квадратных метров. Общее количество цветов, которые мы собираемся высадить, это 600 тысяч. На данный момент высажено порядка 217 тысяч цветов разных сортов на площади 4 тысяч с половиной квадратных метров. Мы запланировали, скажем, цветочные клумбы, которые состоят из 39 элементов цветочных. На протяженности от Первомайской до Ставропольской мы планируем в этом году высадить там цветы. А также планируем, наверное, уже в следующем году на разделительной улице Парковая произвести то же самое. В центральном сквере здесь 32 больших вазона и просто хочется, чтобы наш парк был ярче. Мы предполагаем еще и несколько клумб, которые будут находиться здесь же в центральном сквере. Небольшие вазоны находятся на проспекте Ленина в районе магазина Рица. Там 20 вазонов у нас. На въездах в город у нас также вазоны, которые уже у нас выставлены также по Октябрьской, по Демиденко. Планы большие. Мы также хотим на столбах по проспекту Ленина в следующем году планируем такие же красивые вазоны с ампельными бетуниями, которые будут ярко смотреться. Мы все делаем для блага наших граждан. И однозначно должна быть и тень, и правильные, правильно оформленные деревья. Мы же видим, что очень много старых, сухих деревьев. Соответственно, мы стараемся и улучшить общий облик нашего города. Поэтому мы однозначно работаем в интересах наших граждан. Благородный труд социальных работников трудно переоценить. Именно поэтому День социального работника прочно занял одно из самых заметных мест в календаре праздничных дат. Собравшихся в Доме правительства поздравили с их профессиональным праздником. Подробнее Дарья Тендит. Довольные улыбки и счастливые глаза подопечных – самая большая награда за труд. Скромно говорят они о своей работе. Социальные работники нашей республики ежедневно оказывают помощь тем, кто нуждается в их поддержке или находится в трудной жизненной ситуации. От имени главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова присутствующих поздравила заместитель председателя правительства Ирина Гербекова. От себя лично она пожелала всем социальным работникам оставаться добрыми и чуткими, несмотря на трудности, крепкого здоровья, сил и терпения. Вы люди с большим сердцем, для которых помощь нуждающимся – это призвание. Порой вы единственные, кто дает надежду, уверенность, силы для преодоления испытаний. В этот праздничный день благодарим всех, кто по призванию или по доброте душевной помогает тем, кто нуждается в помощи. Пока среди нас есть такие люди, мы сильны перед любыми натисками. Профессию учителя выбирают сердцем, особенно тогда, когда речь идет о работе с особенными детьми. Таким ребятам гораздо труднее учиться. Каждому нужно подобрать личностный подход. Но если детей принимаешь и любишь, то проблем не возникает, поделилась Альвина Баташева. Она учитель коррекционного класса в республиканском детском доме-интернате «Забота» в поселке Московский. Сальвина принимала участие во всероссийском конкурсе в номинации «Открытие года». За 10 лет работы она разработала тактику прогрессивного обучения детей, благодаря которой повысилась успеваемость деток, поделилась Альвина Баташева. Выбранной своей профессии не жалею. Если бы у меня был еще раз выбор, я бы пошла именно по этой профессии. Работа с детьми очень интересна. Она не только в одном направлении, то, что я их приучаю к чему-то, обучаю, но также я учусь у них и милосердию, отзывчивости, доверии к людям. Принимать чужую боль, ухаживать за незнакомыми людьми может далеко не каждый. Елена Чекельдина посвятила этому благородному делу 5 лет. Ее работа – это оказание помощи, заботы, терпения и уважения. На обслуживании у Елены 9 человек – инвалиды и пожилые люди. Она привозит продукты, лекарства, помогает по хозяйству. Для каждого из них она стала близким человеком. С какими трудностями бы она ни сталкивалась, менять работу не собирается, рассказывает Елена. Всех социальных работников поздравляю с нашим профессиональным праздником. И дальше хочу пожелать, будем творить добро. В этот день за добросовестный труд социальные работники нашей республики были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Это люди, которые посвятили себе самому доброму делу – работе с людьми, которым требуется помощь, внимание и забота. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Важность работы спортивного тренера сложно переоценить. Они оказывают огромное влияние на формирование профессиональных навыков у юных спортсменов. В каждом ребенке есть потенциал, и только тренер сможет вовремя его выявить и раскрыть. Преподаватель по легкой атлетике, тренер высшей категории школы Олимпийского резерва Ирина Титаренко посвятила 30 лет раскрытию спортивных способностей у детей. На достигнутом она не останавливается и продолжает вести юных спортсменов к новым вершинам. О своих планах она рассказала нашему корреспонденту Дарье Тендит. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Здравствуйте. Ирина Геннадьевна, расскажите, как вы пришли в легкую атлетику, и когда началась ваша спортивная деятельность в качестве тренера? Я не сразу пришла в легкую атлетику. Я 6 лет занималась художественной гимнастикой. Потом были танцы, рисование, много всего. И уже довольно в позднем возрасте, где-то в 10 классе, я пришла в легкую атлетику. Но сказать, что я в нее влюбилась, это ничего не сказать. Это вот любовь с первого взгляда, с первого шага, с первого бега. Я не знаю, как это еще объяснить. Но это да. Я поняла, что это мое. Что я хочу быть тренером. У меня отец тренер по велоспорту, мама была главным бухгалтером. И в моменте, когда надо было поступать, и возник такой вопрос, куда я пойду. Были сомнения. Я пошла в медицинское училище. И где-то через год я поняла, что я не могу быть медиком. Я должна вернуться на стадион. И вот тогда уже началась моя карьера тренера. Сложно ли воспитывать спортсменов? И может быть у вас есть какая-нибудь секретная тактика? Спортсмена воспитывать сложно. Потому что дети приходят, они все разные. Они с разными характерами. Не всегда они хотят заниматься. Задача тренера – привить любовь к этому виду спорта. Поэтому главный секрет – надо любить детей. Если ты их любишь, то тогда тебе вернется сторица. Да, каждое выступление ребенка на соревновании, удачное выступление, ты воспринимаешь как свою победу. И если что-то не получается, ты воспринимаешь как свое поражение. Ирина Геннадьевна, на каком этапе можно понять, что у ребенка есть способности к легкой атлетике? И есть ли в ваших воспоминаниях какие-нибудь яркие ваши воспитанники, которые достигли высоких результатов? Понять, что у ребенка способности в легкой атлетике – это настолько обширный вид спорта, где ребенок может найти себя в любом виде. Если ребенок не может бегать, то он может метать. Если не получается метать, возможно, он будет прыгать. Поэтому дети, приходя к нам, мы не делаем специализацию в раннем возрасте. Занимаются детки многоборьем. Они бегают, они прыгают, они метают мячик. Есть прекрасные соревнования «Шиповка юных», где они раскрываются именно в тех видах, в которых они впоследствии будут уже принимать участие в более крупных соревнованиях. Поэтому мы выбираем уже специализацию ближе к 9-10 классу. Я помню практически всех своих воспитанников. Наверное, каждый свой набор. И ты помнишь каждого ребенка, ты понимаешь, что вот даже по городу идешь и думаешь, вот, да, вот эта же звездочка у меня была там в 90-х годах, вот эта звездочка у меня была там в 2000-х годах. Вот всех помнишь, всех вот приятно вспоминать. И когда они приводят уже своих детей, вот сейчас у нас есть иноценка Никита, его папа, это первый ученик, можно сказать, и он привел своего сына. Вот приходят братья, приходят сестры. Это так приятно, когда вот люди у тебя занимались, и они потом доверяют тебе уже своих братьев, своих детей. Значит, ты что-то делал правильно. Помнишь, семь детей, в каждом наборе есть звезды. Ирина Геннадьевна, чемпион – это прежде всего талантливый ребенок от природы или трудолюбивый? Трудолюбивый. Талант – это, ну, единицы. Это вот когда ребенок пришел, он сразу бежит. А потом в процессе тренировки иногда выстреливают те дети, на которых ты даже вот, ну, сразу не обратил внимания. А потом своим трудом, своим усердием дети добиваются таких результатов, о которых ты даже, ну, вот, ну, не предполагал, что вот именно этот ребенок, и вот он будет звездочкой в будущем. Ирина Геннадьевна, какие ближайшие старты ожидаются, и какие цели и задачи вы планируете выполнить? Ближайшие старты у нас – это первенство России. Среди юношей и девушек до 16 лет, до 18 лет. Среди юниоров до 20 лет. По прошедшему первенству чемпионату Северокавказского федерального округа у нас очень много детей попали на финальные этапы. И вот сейчас уже с конца июня у нас начнутся основные старты. Мы возлагаем большие надежды на наших детей. Ну, как бы минимум – это попадание в полуфинал, и максимум – это, конечно, призы. Мы были на первенстве Северокавказского федерального округа в Краснодаре. У нас его совместили с Южным федеральным округом. И я надеюсь, что вот нам построили прекрасный стадион, и в следующем году мы сможем принять у себя первенство Северокавказского федерального округа. Ирина Геннадьевна, спасибо большое вам за такую искреннюю и теплую, радушную встречу. Спасибо большое, что уделили нам время. Было приятно с вами пообщаться. До свидания. В КЧГУ имени Умара Лиева прошел республиканский конкурс научно-исследовательских работ и социальных проектов «Многоликая Карачаево-Черкесия». Участвовали школьники и студенты колледжей вместе со своими научными руководителями. Конкурс проводится в целях развития интеллектуально-творческого потенциала обучающихся путем совершенствования навыков исследовательской работы. Из Карачаевска. Участники республиканского конкурса «Многоликая Карачаево-Черкесия» состязались по таким номинациям, как «Политика», «Экономика», «История» и «Культура». Это прекрасная возможность детям развивать научно-исследовательские навыки, имея важное значение для их будущей профессиональной и личностной ориентации. Проректор по научно-исследовательской работе КЧГУ Марина Кубанова подчеркнула, что данный конкурс уже является традиционным, который собирает талантливую молодежь республики. Приветствую на нашем мероприятии и надеюсь, что оно будет очень знаковым в вашей жизни. Поскольку цель и задача этого конкурса – это стимулировать научную деятельность, активизировать и стимулировать научную деятельность молодого подрастающего поколения, я думаю, ваши педагоги, которые вас сомитировали на участие в этом конкурсе, ввозят такой очень большой век, уже не надо процесс. Роль молодежи в политической жизни региона, условия успеха молодежного бизнеса, экономика Карачаева-Черкесии в условиях ужесточения санкций, история перспективы развития туризма в республике, здоровый образ жизни и вредные привычки, искусство изготовления войлочных ковров, истории населенных пунктов региона и многие другие темы были освещены юными следователями. Сегодня я вам расскажу о происхождении халвы. Халву, то есть всенародные нашей республики, консервативные репокультурные традиции абузин, тесно переплетены с кулинарным изобретением предков, которым дорожат абузины сегодня. В рамках конкурса для всех участников была организована экскурсия по археологическому музею Качегу. Его заведующий Ахмат Айбазов рассказал о представленных экспонатах и ответил на вопросы ребят. У нас музей отличается тем, что он исключительно археологический, я уже повторяю, видимо, это все. Все находки, они обнаружены на территории Карачаева-Черкесии. Чтобы вы понимали важность во всех смыслах, самым древним предметом является предмет, которым более 5000 лет на сегодняшний день. Они все обнаружены на территории Карачаева-Черкесии. Мероприятие продолжилось конкурсом национальных блюд, который стал также способом популяризации и сохранения культурных традиций Карачаева-Черкесии. Конкурсанты представили кулинарные работы и рассказали об истории появления этих национальных блюд. По завершению республиканского конкурса, исполняющий обязанности ректора Качагуу Таусултан Узденов высоко оценил работы участников и подчеркнул, что эти состязания дают толчок в изучении богатого культурного наследия Карачаева-Черкесии. Если вы любите Карачаево-Черкесию, а любовь бывает крепкой, прочной, когда любовь подкреплена знаниями. Наши эмоции, чувства, они продолжительны, они нерушимы, когда наполняются чем? Пониманием, осознанием. И вот наша работа направлена именно на это. Победители и призеры республиканского конкурса были отмечены дипломами и денежными сертификатами. Алихан Липшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Завершив учебу, молодые парни и девушки получили свидетельство об окончании музыкальной школы Карачаевска. Волнительный для выпускников, преподавателей и родителей день прошел торжественно. Исполнение различных музыкальных произведений на гитаре, гармонии и фортепиано на прощальном концерте выпускников слушала и Алла Динаева. Как и в первый день учебы в первом классе. И сегодня выпускники пришли с родителями, но уже повзрослевшие и готовые сыграть музыкальные произведения. Гостей и участников прощального концерта поприветствовала директор детской музыкальной школы Карачаевска Римма Ортабаева. В этом году учебу здесь завершили 13 детей. Один из них – ученик заслуженного работника культуры Александра Ячменцева Амир Гагуев. Для собравшихся он сыграл произведение «Кубинский танец». Распознать музыкальные способности ребенка и развивать их помогают преподаватели, вкладывая в них все свои знания. Выпускница музыкальной школы Анжела Урусова вспоминает, как впервые пришла сюда 6 лет назад к преподавателю Вере Ивановне Прокопович. В тот день я очень запомнилась. Я в тот день очень радовалась тому, что записалась на фортепиано. Я постоянно везде говорила, что я теперь играю, я теперь пианистка, я теперь долго проучусь, до конца проучусь и буду постоянно играть. И этот день настал. Она теперь действительно пианистка. И сегодня Анжела сыграла на фортепиано произведение поэма чешского композитора Фибиха. Шесть пианистов и семь народников в этом году выпустила музыкальная школа Крачевска. Известные произведения на различных инструментах играли в этот день выпускники. Я всегда хотела заниматься музыкой. Мне всегда это все было интересно. И человеком, который меня сюда привел, была моя бабушка Мадина, за что я ей очень благодарна. Она осуществила мою детскую мечту. Без поддержки родителей наш труд не всегда может быть полноценным, каким мы хотим это видеть. Вообще я желаю своим ученикам всегда, как они начинают с красным дипломом, так, чтобы по жизни они и продолжали. Я сегодня сыграла произведение «Юго-Осетинская» «Зилка». Мой преподаватель Мадина Гуфовна. Я очень благодарна ей за этот бесценный опыт. Так сбылась моя, так скажем, мечта. У меня мама гармонистка. Она от природы гармонистка. Это Кипкеев Афайру Сулейменовна. И девочки пошли по ее стопам. Дети, которые были задействованы вот в этом концерте, небольшом, прощальном, это труд преподавателей, в первую очередь, во вторую детей и родителей. Спасибо всем. Сфотографировавшись на память, завершив один этап своей жизни, счастливые, но немного грустные, выпускники расходились по домам. Аладинаева, Расул Бердиев. Вести. Карачаево-Черкесия. Карачевск. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok